Следующая информация с официального сайта Rambler. Путин назвал главную проблему для россиян. Главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодняшний день — это рост инфляции. Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к целевому уровню в 4%, сообщает РИА Новость. Мы доверяем своей власти и так далее. А по факту сегодня происходят, может быть, даже и более страшные преступления. Почему у людей такая короткая память? Задают вам вопросы. Знаете, у меня немножко другой взгляд, вернее, не то, что взгляд, а знание, причем документально подтвержденное, насчет того, что Дудж публиковал, и вы там зачитали и процитировали, потому что были ли жестокости во времена так называемых репрессий? Были, потому что это были не репрессии, это был период затяжной, продолжающейся гражданской войны, которая закончилась только в марте 1939 года. Де факт, де факт. Не как в учебниках 1922 года, ничего подобного. В марте 1939 года троцкисты воевали против сталинистов, сталинисты воевали против троцкистов. Это затяжная гражданская война. И одни брали и губили одни, и другие брали и губили других. Это очень коротко, хотя можно это очень долго рассказывать. Я категорически не верю в ту часть, которая касается Грузии, и по крайней мере, скажем так, использование имени Лаврентия Павловича Берия по поводу того, давайте избивать их до того, как их убить. Просто потому, что этот человек был одним из самых больших, самых загруженных, самых лучших организаторов всех процессов, с которыми он брался. И шефом НКВД, то есть наркомом по поводу этих внутренних дел, наркомом внутренних дел, он стал, по-моему, то ли в октябре, то ли в ноябре не 1937, а 1938 или 1939 года. По поводу года могу ошибаться. Когда он стал таким, кем он стал, то есть наркомом по этим внутренним делам, до этого там Ижов, все остальные другие, там действительно кроволоки переусердствовали и творили много чего, что вообще-то жутко вспоминать. Я вспоминаю, может быть, уже об этом говорил, Николай Викторович Стариков ходил не то, что на Валдае, а где был этот остров в Ванеческом озере, где много скифов, много монастырей и много там. Не в Валдае. Потом вспомню, потом вспомню. Короче, на Ванеческом озере, которые являются как море, как океан, у них там волны до 4 метров. Я там был, на корабле я был на этом острове, вот сейчас вспомнить не могу. Там есть музей монахов и православных священников, репрессированные как раз именно в это время, и там все их фотографии, дата рождения, дата смерти выложены целыми стенами. Огромный там музей, достаточно много убиенных православных священников. Когда Николай Стариков туда ходил, вооруженный именно этим историческим знанием, и каждый, который исходит в этот музей, может это проверить самостоятельно. Это не пропаганда, это то, что можно действительно не верить, а проверить. И встречает его экскурсовод, то бишь гид, тоже монах. И Николай Стариков ему говорит, давайте с вами, если хотите, поспорим, что мы не найдем дату убиенного священника после вот этого числа, по-моему, то ли 17-го, то ли 19-го. Ну, короче, после назначения Лаврентия Павловича Берия больше ни одного убиенного православного монаха нет. И поскольку этому гиду там это стало любопытно, он об этом не знал, не давал себе отчет, не проверял, прошлись по всеми этими стенами. И вот чудо, именно так оно и было. Всё отсекается, как с ножницей, как раз на этот момент, когда Лаврентий Павлович Берия становится наркомом внутренних дел. И помимо того, что он стал наркомом внутренних дел и он отпустил абсолютно всех православных священников из тюрем, он взялся за наказание всех тех, скажем так, активистов НКВД, которые переусердствовали в политических репрессиях и в убийствах людей, не только православных священников и других. И когда после смерти Сталина, после убийства, после отравления Сталина, Хрущёв заказал справку по поводу всех выполненных высших мер наказания с 1922 года по 1953 год. То есть это 1931 год. Все выполнены высшие меры наказания. Это принято считать сталинским периодом, хотя ещё раз надо сделать уточнение, что полную власть Сталин получил после марта 1939 года. До этого нельзя называть, скажем так, чистой водой его периодом правления. Тем не менее, вот эту справку Коновалов или Ковалёв... Короче, я найду эту справку, она у меня сканированная, она рассекречена. Сверху стоит печать грифа «Совершенно секретно». Соответственно, там 50-70-летняя дабы, он уже рассекречен, это документ, и в интернете его можно найти. Коротко говоря, по поводу этой справки за весь этот период было выполнено 678 тысячи с чем-то выполненных в высшем мере наказания. За 31 год меньше 700 тысяч убиенных в высшем мере наказания. Общее количество людей, которые прошли через тюрем, там 2 миллиона 100 с чем-то тысяч. Только для справки, в Соединённых Штатах Америки и сейчас есть 2 с чем-то миллиона в тюрьмах, а там за 31 год. И самое интересное, в этой справке 698 или 89, ну там какая-то кудрявая цифра, меньше 700 тысяч убиенных, 678, по-моему, тысячи с чем-то убиенных, входит, во-первых, политические репрессированные, которые мы сейчас обсуждали, они входят там. Там входят криминальные, которые действительно заслуживали высшую меру наказания. То есть действительно насильники, убийцы, воры и так далее и тому подобное. Они тоже входят. Там входят предатели, паникёры и все, которые были во времена Великой Отечественной войны, которых просто именно по законам военного времени тоже расстреливали. И там, заметьте, входят как раз именно те, которые Берия приказал поймать из этих НКВДшников, то есть палачи и жертвы, в этой же справке 678 или там меньше 700 тысяч человек, которые убиены за период 31 год. Если разделить чисто так, арифметически, получается 20 с чем-то тысячам в год. В условии гражданской войны, ещё раз затяжной, до марта 1939 года, а с июня 1941 года уже другая Великая Отечественная война, то есть страна за эти годы имеет Первую мировую, ну первая уже прошла, имеет гражданскую войну, Великого Отечественной войны. И в рамках этого периода высшая мера наказания меньше 700 тысяч человек. Я не говорю, что их не было, я уточнял, сколько их было и каких их было. То есть, мазать чёрной краской всех НКВДшников, конечно, это как-то искусительно, как-то хочется, и многие из них это, конечно, заслуживали, но ещё раз, многие из тех, которые заслужили, именно по инициативе Берия, как он получил эту властьевозможность, они были наказаны. Поэтому я категорически, если честно, не верю в том, что он отдавал как раз именно такие приказы в Грузии. Если был какой-то личный случай или там какой-то специальный случай, какой-то единичный, там, не знаю, может быть, он сорвался и отдал такой эмоциональный нечеловеческий указание, приказ, не знаю. Но чтобы это было рутинной практикой, такой человек не будет заниматься именно тем, чем он, ещё раз, можно не верить, а проверить. Первым делом отпустил всех православных священников, вторым делом стал ловить все те, которые репрессировали политически, переусердствовали не только православных священников, а всех остальных и наказал, не просто поймал, наказал той же самой высшей мере наказания в рамках этой справки. Я вам эту справку потом, если хотите, отправлю, она на моём компьютере, нужно немножко поискать с хорошей, такой чёткой сканировкой, цветная, такая жёлтая бумага, старая того времени, и там эти цифры совершенно ясно видны. Большая мера наказаний вот столько и столько.